В канун празднования Дня Победы в Подольске проходят торжественные мероприятия, главным из которых стало открытие после реконструкции мемориального комплекса на площади 50-летия Октября и памятника воинам-интернационалистам. Среди почетных гостей праздника ветераны и молодежь. Глава города Подольска Николай Пестов и губернатор Московской области Борис Громов. Сюжет подготовлен отделом массовых коммуникаций администрации города Подольска. 6 мая в день святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства, у подножия, покрытого белым полотном памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чеченской Республике, почтительно склонили голову те, кого привела сюда память сердца. На постаменте высечены такие слова. Ваш светлый образ память поколений сохранит. Для Родины всегда вы остаетесь живы. В камне, в бронзе, в названиях улиц, площадей, в школах, гордо носящих имена героев, обелисками, монументами, стеллами, навеки запечатлен образ солдата Великой Отечественной войны. Цена победы в которой десятки тысяч осиротевших подольских семей. Трагические судьбы. Подольские курсанты, остановившие врага на поступах к Москве. Центральная женская школа снайперской подготовки. Летчик-истребитель Виктор Тололихин. Участники строительства бронительных сооружений и самоотверженные труженики тыла. Люди-легенды. Простые жители прифронтового города. За большой вклад в разгром фашизма, за стойкость и мужество, проявленные в годы войны, подыск был удостоен знака «Штандарт славы». В 1971 году на площади 50-летия октября состоялось открытие главного монумента города. На стеле изображены воины, рвущиеся в бой. На митинге, в котором приняли участие тысячи жителей Подольска, Василий Серафимович Пестов, в то время первый секретарь городского комитета партии, зажег вечный огонь, который четыре десятилетия подольчане бережно хранят, как символ памяти о ратной славе родного города. Эстафета поколений. В мае 2010 года здесь появляется новая композиция, посвященная труженикам тыла. Одну на всех победу приближали подростки, женщины и старики, не жалея сил, работая на предприятиях города для фронта. Глава города Подольска Николай Игоревич Пестов зажег вечный огонь, перенесенный с места своего временного пребывания во время реконструкции от памятника работникам завода имени Арджоникидзе. Торжественный митинг открыт. Ратная и подвиг трудовой навеки в памяти народной. Эти слова начерпаны на первой части двух монументов, которые отныне и навеки будут символизировать в городе Подольске бессмертный подвиг советского народа на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Символично, что в состав этого мемориального комплекса органично вошел памятник подольчанам, погибшим в Афганистане и Чеченской Республике. Город Подольск издревле является городом воинской славы. В канун Дня Победы Совет ветеранов обратился к нам в администрацию с просьбой впредь именовать эту площадь площадью славы. Такое решение нами принято. Я думаю, что это правильно и символично. Слова глубокой признательности в адрес ветеранов и всех жителей Подольска произнес герой Советского Союза, губернатор Московской области, Борис Всеволодович Громов. Я безмерно рад присутствовать сегодня здесь, в Подольске, на этом торжественном событии, потому что нечасто бывает в последнее время такое, чему свидетелем мы сегодня являемся. А во-вторых, самое главное потому, что вот эти памятники и стела, и вечный огонь, и памятник тем, кто не вернулся живым из Афганистана и Чечни, и тружникам тыла. Это, конечно, здорово по-человечески. Я, конечно же, горд тем, что являюсь свидетелем очень многих событий, в том числе и тех, в которых участвовали вот эти люди, прошедшие Великую Отечественную войну, прошедшие работы в Тулу. Люди совершенно удивительные, люди легендарные по-настоящему, хотя и очень скромные. Я сегодня хочу обратиться и к молодежи нашей. Здорово, что сегодня ее много здесь, молодых людей. Дорогая наша молодежь, вы, конечно, должны, я в этом не смеваюсь, так и будет, вы должны передавать и своим будущим детям, и своим правнукам, следующим поколениям, все то, что пережили ваши прадеды, деды, отцы, которые на своих плечах вынесли огромные страдания и в военное время, и в послевоенное время. И своим трудом создали все то, чем мы сегодня пользуемся, в том числе и этот красивый, замечательный город Подольск. Я сегодня хочу сказать спасибо огромное и главе города, его администрации, и всем, кто принимал участие в создании этого замечательного мемориального комплекса, этой площади славы. С наступающим вас всем праздником, счастья, здоровья, благополучия и всего самого хорошего. Председатель городского совета ветеранов Вячеслав Михайлович Жученко отметил, что поколение победителей и сегодня в строю – это активные, деятельные люди. Особенно трогает их сердца, забота и внимание к ним со стороны молодежи. Дорогие друзья, город Подольск нес достойный вклад в общую победу. Победу, которая будет жить века и которая будет служить примером юному поколению наших подольчан. А в ответ на заботу главы города, администрации, а ветеранов города Подольска, мне хочется от имени Подольского городского совета ветеранов сказать следующее. Николай Игоревич, в нашем лице вы всегда будете видеть верных ваших помощников. Мы будем все делать для того, чтобы воспитать достойную смену молодых патриотов России. С праздником, дорогие товарищи! Нина Васильевна Алексеева, председатель Подольской организации матерей и вдов погибших в Афганистане и Чечне, поблагодарила за дань уважения по отношению к сыновьям, братьям и мужьям, не вернувшимся из горячих точек. Я хочу поздравить вас всех с праздником 9 мая, с Днем Победы и пожелать вам всем здоровья, долгих лет жизни, чистого неба над головой. Залечить раны, полученные от войны, невозможно, но все дело для этого необходимо. Эта мысль прозвучала в выступлении активистки Подольского союза молодежи Александры Хахаевой. Молодое поколение подольчан благодарна всем участникам Великой Отечественной войны за счастье жить и учиться на родной земле, строить свое будущее, воспитывать детей. И главное выражение благодарности – это память. Память о тех, кто не дожил до победы, о ветеранах войны, которым нужна сегодня, нужна наша поддержка и помощь. По окончании митинга активисты молодежной добровольной дружины «Гепард» торжественно зажгли факел от вечного огня, который был доставлен к братским могилам на кладбище Красная Горка, где прошел митинг памяти. К монументу воинской трудовой славы и вечному огню представители трудовых коллективов, ветераны, школьники, депутаты городского совета возлагают цветы. Площадь славы города Подольска величественно ожидает День Великой Победы – 9 мая.